Испытали новый стадион сегодня ученики четвертой школы. Первый день учебы их явно порадовал. Там состоялся дружеский матч между юными футболистами и депутатами Одесского горсовета. Кто победил, знает наш корреспондент. Дима занимается футболом с четырех лет. Он хорошо знает, что такое негде поиграть. Очень рад, что в его родной гимназии наконец-то появился настоящий футбольный стадион. Как тебе новое поле? Довольно-таки неплохое. Очень было приятно, что сделали хотя бы такое. Мы играем против команды мэрии. Кто победит? Главное, что не кто победит. Главное, что мы сыграем. Команду соперников возглавил мэр города. Перед матчем Геннадий Труханов разминается. Если я чувствую, вот 10-й класс, 10-й, 9-й класс. Ну, конечно, волнуюсь. Так, до дрожи. Как думаете, кто победит? Ну, я думаю, хотелось бы, чтобы победила дружба. Но дружба не победила. Несмотря на старания депутатов, юные футболисты легко утерли нос первым лицам города. Мы очень рады, что нам так повезло в этом году, что у нас построили новый стадион. Я думаю, наши дети будут счастливы. Они будут всегда спортивные, веселые. Новый стадион построен по европейским стандартам. Деньги на него дали меценаты. Здесь есть футбольное поле, беговые дорожки и тренажеры. Для тех, кто не знает, как пользоваться новыми тренажерами, первоклассники дают мастер-класс. Привет. Здравствуйте. Как тебе тренажер? Хорошо. 23 дня потратили художники стрит-арта, чтобы разукрасить стены вокруг стадиона. Здесь вам и городская мэрия, и одесский дворик, да и просто изображение спортсменов. В первую очередь мы преследовали ту цель, что концепция должна быть таковой, что здесь должно быть нечто детское, молодежное и, естественно, же спортивное, так как это спортивная площадка, стадион, беговая дорожка. Мать закончился со счетом 5-2 в пользу школьников. Довольные своей победой, ребята продолжают исследовать обновленный школьный двор. Анна Грынев, Валентин Мирза, 7 канал.